Ну всё, тогда начинаем нашу историю. Она началась в 2012 году. Мы тогда с Борисом познакомились в Сочи, поженились и стали жить-поживать и добра наживать. Вот, и я сюда так выскочила на передний план, что-то где-то сзади. Вот, и тогда в 2012 году я узнала, что у Бориса бронхиальная астма и что она у него не всю жизнь, а он её, так сказать, приобрёл. В общем, дело было так. Борис, ты, наверное, расскажи, как она у тебя вообще началась. Во-первых, здравствуйте всем. Она началась у меня в 2000 году на работе. Заболел двусторонним воспалением лёгких и врач при выписке сказал, что я ещё приобрёл астму бронхиальную. Короче, он заболел двусторонним воспалением лёгких, его положили в больницу, он там прошёл курс лечения. Но при выписке оказалось, что пневмонию ему вроде как вылечили, но вместо этого у него образовалась бронхиальная астма. И доктор ему сказал, что теперь он вынужден жить с астмопентом и гасить приступы удушки с помощью лекарства. Так Борис получил бронхиальную астму. И когда мы с ним познакомились, и он мне рассказывал эту историю, я тогда ещё не была доктором натуропатии. Я тогда вообще была очень далека от натуропатии. И я вообще даже не знала, что это такое. Я была самым обычным человеком, самой обычной женщиной. И поскольку я знала, что такое бронхиальная астма, потому что моего младшего брата с детства бронхиальная астма, то я понимала, что это неизлечимо, что человек должен всегда иметь при себе некий инструментик в виде трубочки ингалятора. И что могут быть тяжёлые приступы. И нужно всегда быть к этому готовым и иметь с собой какое-то лекарство. И когда Борис мне сказал, что астму он приобрёл, вот тогда, на тот момент, у меня это не вызвало никаких сопротивлений. Потому что я действительно тоже думала, что астму можно приобрести. Ну то есть как бы её можно подхватить. А, он сказал, что он подхватил, да? Он сказал, что он подхватил астму. То есть, ну как, как будто бы это какой-то вирус, какая-то инфекция, которую ему занесли вроде как в больнице. Ну и мы жили с этим представлением, что это что-то такое, чем его наградили в больнице. То есть, все претензии были не к себе лично, да, что это что-то такое, ну, взявшееся изнутри. А что это откуда-то из непринесённое. Но в данном случае ему, типа, это в больнице он получил как осложнение. И вот с этим представлением о бронхиальной астме мы жили до 2016 года. А в 2016 году наступили известные события, о которых я много и давно и часто рассказываю и на своём YouTube-канале, и в других социальных сетях, я рассказываю о том, как натуропатия пришла в нашу жизнь. И пришла она именно вот из-за этого самого заболевания из-за бронхиальной астмы. Я немножко напомню это для тех, кто не знает мою историю. Где-то, наверное, год был 2014 и 2015. У Бориса мы жили тогда в Сочи. Это климат субтропики, который категорически нельзя астматикам. Но мы тогда об этом тоже как бы не знали. Но мы не рассматривали, что климат может утяжелять самочувствие. И вот как раз в 2014-2015 году самочувствие стало особенно плохим. И кто-то... А, мы вызывали врача на дом, потому что было очень плохо. И врач сказал, бронхиальная астма, а чем вы лечитесь? Ну, Борис показал свой баллончик, он говорит, как, и всё? И это всё? Ну да, и всё, сказали мы. Он говорит, да вы что, срочно вам надо к пульмонологу, срочно получать гормональные препараты, становиться на учёт, да вы что, с ума сошли, вы что, хотите умереть? Мы, как послушные граждане, пошли на учёт, встали к этому пульмонологу, прошли тесты, нам выписали целую кучу препаратов. Мы, как послушные, пошли в аптеку, там потратили кучу денег, чтобы закупить это всё, целую сумку. Там были таблетки и вот этот ингалятор, вот этот вот штуковин, там всякие лекарства, которые нужно было там несколько раз в день принимать, делать. И начали всё это принимать. И буквально там через, наверное, неделю, что ли, или две приёма, ему вообще стало резко плохо. То есть просто уже там даже сердце отказывало. Опять вызывали врача, скорую вызывали, и нам ничего конкретного не говорили. Ну а как вы хотели, типа у вас астма? Что вы хотели, у вас бронхиальная астма, поэтому всё возможно. Но мы что-то так подумали, подумали, и мы поняли, что хуже стало именно на фоне приёма лекарств. И мы самостоятельно, вот под свою ответственность, решили отказаться от всех гормональных, от всех этих симбикортов и прочего-прочего. И оставили только, как было раньше, вот один баллончик, этот астмопен. Но надо сказать, что вот на тот период, 2014-2015 год, приступов было так много, что баллончиком Борис пользовался, ну не знаю, наверное, раз в 10 точно, да? Ну не больше. Ну 10 или даже, может быть, и 15 раз в день. Это вот прям были приступы души, и баллончики у нас отлетали, я не знаю, прям, наверное, Каждую неделю, наверное, каждую неделю под две штуки, да, мы покупали. То есть это, вот он просто сидел на этих баллончиках. И вот как раз наступает, да, мы, был момент, когда он уехал на какое-то время из Сочи в другую полосу, не в субтропике, в нормальный такой среднероссийский климат, и ему стало получше. И вот тогда мы поняли, что климат Сочи усугубляет его состояние, и он какое-то время мы пожили даже раздельно. Я жила в Сочи, и Борис жил в другом климате. Ну это был, может быть, там месяц, полтора, два, где-то так, да? И вот как раз пока его не было, получилось так, что я узнала о методе Аганян. Я вообще узнала, что такое натуропатия. Я прочитала эту книгу Марвы Аганян, экологическая медицина. И из этой книги я узнала, что, оказывается, на самом деле является причиной астмы. Когда я это узнала, у меня просто волосы поднялись дыбом. Потому что я поняла, что причина астмы – это не то, что приходит извне, и то, что якобы можно подхватить или получить как какое-то осложнение. Но это на самом деле причины имеет внутри. То есть астма есть не что иное, как скопление гноя и мокроты. Поначалу это мокрота, которая потом переходит в гной. Накапливается она в альвеолах бронхов. В общем, в бронхиальной и легочной системе. И именно из-за того, что вот этой слизи, этого гноя, этой мокроты много, она всё время рвётся наружу. А наружу она может вырваться только через дыхательные пути. И когда она проходит через дыхательные пути, поскольку она является ядовитой, токсичной, она вызывает судорожные спазмы гладкой мускулатуры бронхов, потому что таким образом действуют яды, токсины. Мускулатура спазмируется, и при выталкивании этой мокроты происходят вот эти спазмы, удушья так называемые. Вот это мне стало очень понятно. Также мне стало понятно то, что причина возникновения гноя в бронхолегочной системе это грязный кишечник. Это кишечник, в котором идут постоянно процессы брожения и гниения. И как следствие процесса гниения гной, который через стенки кишечника свободно может поступать с током крови и локализовываться в дыхательной системе. Вот это мне стало ясно, как божий день. Я позвонила. Я позвонила Борису, говорю, слушай, я тут узнала такую вещь, что вот оказывается, так-то и так с астмой, оказывается, тут всё не так просто. И есть способ, как можно эту астму победить, усмирить, и мы это можем сделать с помощью очищения по методике огоня. Я ему рассказала, что это такое, что это условное голодание, что это очищение кишечника через отказ от твёрдой пищи, что нужно заходить на жидкое питание на несколько недель с параллельно очищением кишечника, и тогда мы можем существенно повлиять на состояние. Ну, Борис, вот скажи, у тебя было какое-то недоверие к этому, боязнь или что-то? Нет, ничего не было такого, никакого недоверия. Я же всё это поддерживаю. Ну да, он всегда меня поддерживает, и он сказал, хорошо, я согласен, вот, а как? Ну, мне же нужно приехать. Я говорю, знаешь что, давай сделаем так. Сначала я попробую этот метод на себе. Мне же тоже есть над чем работать. У меня на тот момент и лишний вес был, и суставные боли, и мигрень, и тяжёлый климакс, и варикоз в тяжёлом исполнении, да, там ноги болели очень сильно. Я сказала, давай попробую я. Если я увижу у себя хоть какие-то малейшие изменения в положительную сторону, то есть если со мной не случится ничего плохого, то мы применим это и на тебе. Ты приедешь, и ты сделаешь то же самое. Вот на этом мы и договорились. И вот тогда, в 16-м году, я начала впервые практиковать вот эту методику условное голодание. О чём я и вела свой дневник на Витубе, по которому меня стали узнавать очень многие люди, и люди стали подписываться на меня, потому что это был наиболее полный дневник условного голодания, в котором я чётко, прям пошагово освещала день за днём свои действия, всё, что со мной происходило и так далее. Борис там по ту сторону экрана тоже наблюдал за мной, волновался, переживал. Каждый вечер мы созванивались, и он, помнишь, как ты говорил, ну ты что, правда ничего не ешь, а ты как, вот голова у тебя не кружится, ты там сознание не теряешь. То есть ты переживал же за меня? Ну конечно, переживаю. Да, он тогда переживал, он прям рвался быстрее приехать. Я говорю, подожди, подожди, вот сейчас ты приедешь, мне придётся тебя кормить. Давай лучше я уже дойду до все три недели без еды, а потом ты приедешь, и уже будем дальше разбираться с тобой. Ну и он дал мне возможность пройти этот курс. Я ничего плохого не получила, получила только очень хорошие результаты. И тогда Борис приехал и начал тоже свой первый курс в словном укладании по методике Огонян. Вот когда ты заходил, ну вот этот, ну первые самые, первые три дня, да, вот когда нужно было там не кушать, когда нужно было делать, ставить клизмы, у тебя не было такого желания отступить, сказать, что типа, слушай, ну тебя, может быть, давай не будем. Не было желания такого? Нет. Говорит, что не было желания отступить, что хотелось идти вперёд. Ну, наверное, мы по своей природе такие первооткрыватели, да, такие экспериментаторы, и нам действительно хотелось увидеть, как это, ну, какую роль это сыграет. И так оно и получилось, что все три недели Борис находился на жидком питании с клизмами, точно так же, как и я прошла свои три недели. И в эти три недели, ну, начали происходить очень заметные изменения. Ну, по-моему, тогда уже на этих, на условном укладании мы существенно уменьшили количество этого, этого, сальбутамола, да? Заметно. То есть количество приступов стало уменьшаться уже во время условного голодания. Плюс ещё появилась такая интересная вещь, что очень увеличилось количество энергии. То есть это было очень удивительно на тот момент, потому что тогда, когда Борис переживал тяжёлые времена с астмой, астматики, наверное, знают, что это очень характерна слабость. То есть невозможность выполнять какую-то банальную физическую нагрузку, невозможность делать какие-то тяжёлые работы, что-то там тяжёлое носить, напрягаться и так далее. И это было тоже очень характерно для Бориса. И вот когда он зашёл на эти три недели условного голодания, у нас как раз был большой ремонт в квартире. И к удивлению для себя Борис обнаружил, что ему многие вещи даются намного легче, связанных с тяжёлым трудом, чем когда он был на пище. То есть когда он был на питании, то энергии было намного меньше. Когда он перешёл на отсутствие пищи и на жидкое питание, на условном голодании, энергии стало намного больше. Помнишь, ты перетаскивал эту плиту? Щиты, палубки. Я думал, что я один не смогу ввести, а я легко так взял. Я был просто в шоке. Да, то есть там какая-то была огромная фанера, что ли? Фанера? Фанера, да. Толстая фанера, щиты. Это было очень тяжело. И даже два человека обычно это перетаскивали. Он взял один и потащил. Он её там перетащил, положил, а потом пришёл и говорит, слушай, я сейчас не понял, что это было. Я тащил вот эту фанеру, я сам не понял, как это было. Вообще-то обычно это тяжело для одного человека. Как я это сделал, я не понял. Он, короче, сам не понял, что он сделал. То есть энергия просто фантастическим образом пребывала, и её было так много, что её даже некуда было девать. И он практически не лежал. То есть мы гуляли, мы ходили на море, вот он работал и выполнял всякие разные физические активности. И вообще не было желания полежать, отдохнуть, потому что высвободилось очень много энергии. И это была именно та энергия, которая высвободилась из-за отсутствия пищеварения. Это был первый опыт. Вот тогда мы поняли, что на самом деле, когда мы заходим на очищение через условное голодание, очень много слизи выделяется через кишечник. То есть организм начинает очищаться, он начинает отторгать вот эту слизь и мокроту из дыхательной системы, и выводит это, спускает её в кишечник. То есть откуда она пришла, туда он её и выводит. И когда мы делали клизмы, я вот прям не постесняюсь об этом рассказать, ты сам мне тогда признавался, что вот с выходом клизм очень много было слизи. Просто её прям было невооружённым глазом видно. Ну такая слизь, которая похожа на клей. Вот такой клей, как, не знаю, сопли, да, так будем говорить. Вот. Меня некоторые спрашивают, не некоторые, а многие спрашивают, когда я начинаю говорить про слизь в организме, про бесслизистую диету, про то, что нужно избавляться от слизи в организме. Многие не понимают, что это за слизь, и начинают мне возражать и делать там контраргументы, приводить, что типа мы не можем жить без слизистой, что типа слизистая – это естественная составляющая организма. Но на самом деле вы не ту слизь, имейте в виду. Слизь, которая покрывает слизистые оболочки, например, в ротовой полости, на половых органах, ещё какие-то там внутренние органы. Это нормальное явление, это слизистое покрытие, это нормально. Я же говорю про другую слизь. Слизь, которая не должна быть в организме. Слизь клей, и слизь гной, и слизь мокроты. Это примерно то, что вы отсмаркиваете, отхаркиваете, когда вы заболеваете. Ну и гной в прямом смысле, который появляется на теле, когда у вас что-то гноится. Будь то прыщей на коже или какие-то там гнойные раны и так далее. Гной на миндалинах, гной из носа бывает, когда у вас гайморит или какие-то другие воспаления. Вот это вот и есть тот самый гной, который закупоривает дыхательные пути. Ну и Борис у нас торопится сейчас, у него там дела на кухне. Поэтому я сейчас немножко ещё вопросов позадаю ему и отпущу. Потом дальше буду рассказывать вам нашу схему лечения, как она выглядит на сегодняшний день. Я сейчас немножко буду опережать события, просто для того, чтобы отпустить Бориса. И вот это касается применения эфирных масел. То есть про тот отрезок времени, который был до эфирных масел, я вам расскажу сейчас подробнее. Но вот что касается эфирных масел, когда они появились у нас, и когда я впервые предложила попробовать Борису заменить сальбутамол эфирным маслом бриз, вот здесь произошло, ну, просто вот чудо. Скажи о своих ощущениях первый раз, когда я предложила тебе заменить баллончик бризом, когда первый раз ты сделал это, что ты чувствовал, то есть насколько это была равноценная замена, или это было лучше, или это было хуже. Вот оставалось ли у тебя ощущение, что это не совсем то, что нужно, и что всё равно присутствует страх, страх задохнуться без сальбутамола. Вот твоя первая реакция была на применение эфирного масла. Да, конечно, страх существовал у меня раньше при употреблении сальбутамола. Но когда только начал дышать бризом, я сразу отказался от сальбутамола. То есть ты сразу почувствовал, что облегчение, что сепазм снимается? Конечно, конечно. Я стал гораздо меньше пользоваться бризом, чем сальбутамолом, а потом сейчас вообще им не пользуюсь. И самое главное то, что у меня есть уверенность в завтрашнем дне. Мне не страшно, что я задохнусь, что у меня, допустим, не будет с собой какого-то препарата подавить. Вот эту неприятность. Я очень счастлив. Ну, ты уже прям спешишь сделать выводы. На самом деле я хочу просто... Те, кто смотрит наш эфир, это, скорее всего, люди, у которых либо у самих есть такая же проблема, либо это их родственники, у которых есть проблемы с дыхательной системой, может быть, астма или что-то в этом роде. Поэтому моя главная сейчас задача, почему я хочу, чтобы ты что-то говорил, чтобы объяснить, что страшного нет ничего. На самом деле люди подвязаны на лекарства, и они думают, что без лекарств их жизнь невозможна с астмой, что нельзя от них отказаться. На самом деле наш опыт показывает, что сначала мы отказались от сальбутамола и заменили это бризом. И потом сальбутамол просто ушел в помойку, потому что даже и бриз уже, по сути, сейчас не нужен, потому что приступов просто нет. Так ведь? Я же правильно говорю? Конечно, правильно. Просто надо пытаться бороться, не стоять на месте, не успокаиваться, что тебя сальбутамол спасет. Вот каждый раз, когда у тебя наступали приступы, после того, как ты бросил сальбутамол, каждый раз помогал тебе бриз? Да, каждый раз. И вот теперь, опять немножко забегая вперед, я хочу, чтобы ты свои впечатления рассказал про протокол дыхательный с эфирными маслами. Я скажу нашим зрителям, что протокол дыхательный мы начали применять не просто так, на ровном месте. Мы начали применять его на очень сложном периоде. Дело в том, что осенью прошлого года мы подхватили вирус. Не будем говорить, какой это был вирус, потому что мы сами не знаем. И нам это не важно, на самом деле, какой это был вирус. Но важно было то, что мы себя очень плохо чувствовали, ну просто крайне плохо чувствовали. Оба валялись дома. Что самое страшное, у Бориса началось осложнение бронхиальной астмы. То есть он буквально задыхался. Просто задыхался. И мне было страшно, что я не знала, чем это может кончиться. И вот, то есть он бриз буквально не выпускал из рук. Настолько у него было тяжелое дыхание. Это просто все свистело, хрипело. И это был какой-то вот как камень в груди, насколько я это помню сейчас. И вот именно тогда, вот на этом тяжелом состоянии, меня вдруг осенило. Думаю, у нас же есть протокол дыхательный с эфирными маслами. Надо это сейчас срочно внедрять. Мы начали делать этот протокол. И вот тогда, именно с применением протокола, мы впервые увидели, что такое бурное отделение гнойного содержимого через дыхательные пути. Помнишь, у тебя начался мощный приступ кашля? И ты побежал в ванну, там кашлял очень сильно. И после этого у тебя началось отхаркивание, звустков гноя. Зелено-коричневого гноя. Зелено-коричневого гноя. И вот после того, как этот приступ прошел, то есть он очень сильно кашлял, очень много откашлял этого содержимого. И вот после этого у него наступило очень сильное улучшение даже общего состояния вот этой вирусной инфекции. Оно очень сильно улучшилось на фоне этого протокола. И тогда мы поняли, что мы нащупали верную дорожку, потому что мы приняли верное решение с этим дыхательным протоколом. И мы делали и делали и делали его в течение 21 дня. И с каждым днем, как мы делали этот протокол дыхательный, с каждым днем состояние Бориса было все лучше, лучше, лучше и лучше. И вот я считаю, что вот этот вирус, с одной стороны, это было очень тяжело его переносить, но с другой стороны, я считаю, что он был тем самым критическим моментом, который, переломным моментом, который спровоцировал вот это мощное отхождение гноя и мокроты, и дальше пошло улучшение. Так ведь? Да. На сегодняшний день, чтобы уже отпустить Бориса, на сегодняшний день, мы в состоянии по бронхиальной астме, я бы не назвала его, что это полное излечение, потому что до сих пор еще периодически продолжается отхождение гнойного содержимого из дыхательных путей. Но это уже не в таком объеме, это уже не с такой тяжестью, и это уже не так часто, как это было раньше. Сколько сейчас примерно раз в неделю ты отхаркиваешь? Может быть, раза 3-4 в неделю, не больше. 3-4, да? Максимум. Это вообще... Но по объему это уже намного меньше. Нет, так, просто ночное отхождение. Только с утра. Только с утра. То есть это один раз в сутки утреннее отхождение. То есть что произошло вот в результате этих мероприятий? Произошло то, что мы существенно уменьшили количество вот этого гнойного содержимого в бронхах. Поэтому организм уже не делает таких активных яростных попыток по выведению. Соответственно, мускулатура бронхов остается в спокойном состоянии, потому что токсины ее не тревожат. Поэтому нет приступов. Поэтому сейчас мы называем это состояние таким очень хорошей длительной ремиссией. И мы уверены, что мы не вернемся к обострению, потому что мы принимаем все меры для того, чтобы не допускать образования нового гнойного содержимого, и чтобы продолжать уменьшать имеющееся там до сих пор внутри вот это состояние мокроты. Вот как именно мы это делаем, что мы для этого делаем, я сейчас буду рассказывать, а пока я Бориса отпускаю. спасибо Боря за присутствие. Благодарю. Все, давайте так по делам. Я буду продолжать рассказывать дальше. Итак, я сейчас буду рассказывать вам, что именно мы делаем пошагово для того, чтобы уменьшить, во-первых, чтобы не допускать образование нового гнойного содержимого, и чтобы уменьшать то, что имеется внутри. Значит, с помощью, вернее так, каковы причины возникновения гноя в дыхательной системе. Сначала в кишечнике, и после этого в дыхательной системе. Причина в основном в неправильном употреблении пищи животного происхождения, то есть мясо и молочной продукции. Я вот не сказала, но сейчас с самого начала сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что Борис это человек, который в течение своей жизни ел очень много животного белка, и в частности молочной продукции. Вот я сейчас просто обращаю ваше внимание на молочную продукцию, что я знаю, что многие астматики едят ее, но я призываю вас просто отказаться от нее раз и навсегда. Во всяком случае от молока точно. Я знаю, что многие привязаны к сыру, к творогу, но то, что в молоке содержится белок казеин, который очень плохо, практически не расщепляется в нашей пищеварительной системе, и именно он вызывает образование этого большого количества слизи. Из молочной продукции я бы советовала оставить только сливочное масло. И то для астматиков лучше его употреблять в топленом, в растопленном виде. Для астматиков и для людей с аутоиммунными заболеваниями. Почему? Потому что провокатором аутоиммунных заболеваний является молочный белок. Когда мы растапливаем масло до состояния топленого, причем растапливаем его на очень медленном огне долгое время, то мы таким образом избавляемся от молочного белка и оставляем в продукте только жир. И вот этот жир это очень полезная вещь вообще для всех людей, а для тех людей, у кого проблемы с дыхательной системой особенно. Дело в том, что жиры это продукт, который способствует выработке сурфактанта. Сурфактант это такое вещество, которое выстилает изнутри альвеолы бронхолегочные. То есть, если сурфактанта дефицит, то альвеолы слипаются. А слившиеся альвеолы это значит нарушение дыхания. Альвеолы не должны слипаться. Так вот, жиры, хорошие животные жиры как раз способствуют выработке сурфактанта и это не дает слипаться альвеолам. Для астматиков и для людей с бронхолегочными проблемами это очень важная вещь. Следить за достаточным употреблением животных жиров. Но дело в том, что животные жиры и животный белок это далеко не одно и то же. Так вот, возвращаясь к тому, что животные белок, особенно молочные белки, это то, что очень много присутствовало в питании Бориса, поскольку он жил одно время, долгое время жил в деревне, имел свое хозяйство, имел корову и соответственно у него было все молоко просто пил литрами, молочные продукты ел килограммами, ни в чем себе не ограничиваю и, как говорится, брал все лучшее. И в результате этого у него такого переизбытка животной еды все время происходило скопление вот этого мокроты, слизи, которая потихонечку складировалась, складировалась и складировалась в дыхательной системе. И на тот момент, когда он попал в больницу, с пневмонией, у него просто произошло обострение, поскольку организм уже находился в состоянии скрытой бронхиальной астмы, то есть она не проявляла себя. Но здесь был такой отягощающий фактор, как пневмония. И на фоне пневмонии организм стал давать выбросы, то есть он начал выталкивать вот это гнойное содержимое, которое находилось в бронхах и выталкивание этого гнойного содержимого и как раз провоцировало приступы, то, что врачи называют бронхиальной астмой. То есть гнойное содержимое это продукт гниения. Гнить в желудочно-кишечном тракте человека может только продукция животного происхождения, то есть белок, животный белок. Поэтому если мы едим слишком много животного белка, если мы едим его в неправильном сочетании с крахмалами, то есть с вареными гарнирами, как это принято у нас в обществе, если мы едим животный белок вечером, поздно, на ужин, то он практически не расщепляется и нерасщепленные остатки животного белка хронически гниют в кишечнике. Из-за этого образуется гной. Вот это и есть основная причина образования гнойной мокроты в дыхательных путях. Когда мы это все досконально изучили и поняли, конечно, первым нашим первым действием было изменение питания. Очень конкретное изменение питания. Сначала мы вообще убрали, животный белок и на время подготовки к условному голоданию мы вообще его не ели. Во время условного голодания мы вообще ничего не ели. И потом на выходе в течение двух месяцев после условного голодания мы тоже не употребляли животный белок. Жиры употребляли, но животный белок, то есть мясо и молочко мы не употребляли. В результате этих мер нам удалось значительно улучшить состояние, потому что было остановлено вот это накопление гнойного содержимого. Мы его просто остановили. Но, несмотря на то, что мы его остановили, внутри продолжал находиться тот гной, который был накоплен ранее. Поэтому наши дальнейшие мероприятия сводились к тому, что мы продолжали делать регулярные курсы очищения. Это было раз в квартал, то есть 4 раза в год. И на протяжении двух лет мы делали с Борисом, я больше говорю про него сейчас, для Бориса. Мы проводили вот такие курсы очищения через условное голодание каждый квартал. Сначала мы это делали 21 день, потом мы начали потихонечку уменьшать эти курсы до 14 дней, потом до 10, до 7. И постепенно это сводилось по убывающей, просто потому что у него вес уже такой небольшой, он мужчина неполный. И когда у мужчины теряется мышечная масса, ее потом трудно восстановить. В принципе и у женщины тоже, но и у мужчин особенно. Ну а во-вторых, мы уже не видели такой особой острой необходимости делать длительное условное голодание. Потому что состояние его улучшалось с каждым разом. То есть с каждым курсом ему ставилось все лучше, лучше, лучше и лучше. И постепенно вот до 2021 года, то есть получается 5 лет, да, в течение 5 лет, мы четко придерживались наших правил питания. Мы, конечно, ввели животный белок потом, потому что муж сказал, что он не намерен жить без мяса. Это я прям вот его слова передаю. Конечно, мы ввели животный белок, но мы стали есть его правильно. То есть мы уже не злоупотребляли. Мы не ели его 3 раза в день, так как раньше. Мы не ели его на ужин и не едим до сих пор, так как делали это раньше. Мы стараемся и старались и стараемся правильно сочетать животный белок, то есть с сырой растительной клетчаткой, с сырыми овощами. Мы выбираем правильный животный белок, то есть более легкий. Если раньше мы нажимали в основном на мясо, то теперь мы чередуем мясо с рыбой, чередуем с яйцами, например, с морепродуктами. Делаем вообще некоторые дни совершенно без животного белка. То есть мы уже не делаем ставку на него так, как делали раньше, когда считалось, что жизнь без мяса – это несчастная жизнь. Больше мы так не считаем. И вот до 2021 года в течение 5 лет мы оттачивали, оттачивали наше питание, делали его все более и более естественным, проводили вот эти курсы очищения. И это состояние можно было назвать уже гораздо более здоровым, нежели это было до 2016 года. Но, тем не менее, мой муж продолжал находиться на сальбутамоле. То есть это было примерно 3 или 4 приема в день, иногда меньше, иногда это было 2 раза в день приема сальбутамола, иногда 3. И иногда даже один раз, когда бывали такие благоприятные дни. Но, тем не менее, все равно это каждый день был приступ. То есть сейчас, вот по прошествии этого времени, когда приступы прекратились, я делаю какой вывод, что гнойное содержимое, оно же продолжало оставаться там, внутри. И организм, который привык к очищению, он привык к тому, что его периодически очищают. Он очень активно делал эти позывы к очищению с помощью вот этих вот выталкивания вот этого содержимого наружу. То есть это было постоянное выталкивание, выталкивание и выталкивание. Но что делает сальбутамол? То есть что делали мы, применяя сальбутамол? Каждый раз, когда организм пытался вытолкнуть гнойное содержимое наружу, и происходил спазм бронхов, и наступало удушье, каждый раз мы гасили этот приступ удушья с помощью сальбутамола, мы расслабляли мускулатуру бронхов, и мы не давали возможности организму вытолкнуть это гнойное содержимое наружу. Мы просто не давали себе, ему, организму, такой возможности. Что при этом происходило? Мы снимали бронхоспазм с помощью сальбутамола. Приступ удушья прекращался, но гнойное содержимое оставалось по-прежнему внутри. То есть каждый раз, когда организм вновь и вновь, то есть каждый день делал попытку вывода, гноя, мы каждый раз гасили эту попытку, мы оставляли гной внутри. Вот почему в течение пяти лет мы не могли уйти от сальбутамола, потому что мы оставляли всё время это гнойное содержимое внутри. И до нас не доходило вот это. Я вот сейчас просто с ужасом думаю, что до нас пять лет, ну даже не пять, а больше лет, это просто не доходило. Что мы не боремся на самом деле с бронхиальной астмой, что мы оставляем её внутри каждый раз, когда начинается приступ. И только в 2021 году, когда я познакомилась с эфирными маслами Дотера, когда я стала их изучать, я обратила внимание на эфирную смесь БРИЗ, в которую входит несколько масел, и которые в комплексе своём работают как раз с дыхательными проблемами человека. И скажу честно, что я не сразу осмелилась предложить Борису БРИЗ в качестве замены сальбутамола. Я знаю, знала, точнее, я знала, как мой муж сильно боится остаться без сальбутамола. Когда мы куда-нибудь уходили, ну не знаю, к маме, буквально за 500 метров от нашего дома в другой дом, и он забывал сальбутамол у нас дома, он начинал судорожно хватать по карманам и говорил, ой, я забыл эту трубку дома, ну трубка он называет, да, называл так свой сальбутамол, ингалятор. И нам приходилось возвращаться и брать её, чтобы дойти до мамы, побыть там полчаса, час, да, он, даже если этот сальбутамол не требовался, Борис всё равно переживал, что его нет у него, и если вдруг что, то он, ну, может задохнуть. То есть у него всегда присутствовал страх. И я, зная этот страх, я боялась ему предложить этот БРИЗ. Но однажды всё-таки я не выдержала. Я говорю, Боря, давай попробуем. Вот смотри, есть вот такая-такая-то смесь, да, вот в состав входят такие-такие-то масла. Все масла работают на дыхательную систему. То есть что они делают? Эти масла снимают спазм, снимают воспаление, гасят приступ удушья, работают на выведении мокроты. Я говорю, давай попробуем. Почему бы не попробовать заменить, ну, хотя попробуй один раз, заменим бризм сальбутамол. Ну, он сказал, давай попробуем, но почему нет? Мы попробовали. Вот. И, ну, я дала ему этот флакон, показала, как из него дышать. Ну, просто отрываешь этот флакон и дышишь так столько, сколько тебе нравится, сколько тебе удобно. Дала ему флакон, ну, и всё, и как бы занялась своими делами. И, ну, там прошёл день, я спрашиваю, ну, как ты дышишь? Он говорит, да, дышу. Я говорю, ну, и как? Ну, знаешь, хорошо. Проходит второй день, и я говорю, ну, ты как, дышишь? Он, да, дышу, всё хорошо. И когда прошло 4 дня, он мне говорит, а ты знаешь, я тебе хочу сообщить радостную новость. Я говорю, да, какую? Я за 4 дня ни разу не применил сальбутамол. Вот в этом месте я, честно говоря, выпала в осадок. Я-то думала, я-то думала, что он применяет и сальбутамол, и бриз. Но я его, как бы, не акцентировала в своём внимании на этом. Думаю, ну, пусть там тестирует, да, потом поделится результатами. Я думала, что он применяет и то, и другое. Но оказалось, что он не применял сальбутамол вообще. Он применял бриз все 4 дня, и для него, для самого это было шоком. Он сказал, да, я не применяю сальбутамол, я гашу приступы бризом. Ну, для нас это было просто чудо. Но по сравнению с тем, что в течение 21 года он сидел только на лекарстве и на приступах, и вдруг он объявляет, что он не пользуется лекарствами и снимает приступы эфирным маслом. Конечно, для нас это было чудом. Но мы пошли дальше. И теперь вместо сальбутамола, то есть он уже оставлял его дома, эту трубочку, он уже не брал её с собой. В первые дни он таскал и трубочку, и масло в сумке, но потом он уже сменился, оставил трубочку дома и таскал в сумке только масло. Он стал носить с собой флакон, и первый флакон у него закончился очень быстро. Очень быстро. Не знаю, через две недели буквально он мне показывает и говорит, а флакон у тебя? Есть ещё бриз? У меня уже заканчивается. Я тут начала судорожно делать новый заказ. Там заказала сразу пять флаконов. Говорю, вот с запасом, чтобы у тебя было. И эти флаконы стояли буквально везде. Во всех комнатах, во всех сумочках. Везде были эти флаконы. И в машине флакон. В одной машине флакон, в другой машине флакон. В гараже флакон. В общем, он везде запас этими флаконами, чтобы у него всегда это всё было под рукой. И когда прошёл первый месяц применения, как раз это был сентябрь, первый месяц полностью прошёл без соли бутамола, только на одном бризе, вот тогда я действительно поняла, что мы дураки. Что мы очень долго не понимали, что мы делали. То есть именно на бризе его приступы стали становиться всё реже и реже. То есть получается, что мы уже больше не оставляли мокроту внутри. Мы её стали выводить. То есть у него по утрам начался продуктивный кашель. Мокрота стала выводиться через дыхательные пути. А в конце сентября мы как раз заболели. Вот той самой вирусной инфекцией. И начали применять протоколы. И вот с применением протоколов, как я уже сказала, наступил критический момент, когда началось мощное отхождение гноя. И с тех пор прошло уже сколько. Это был сентябрь, октябрь. Вот сегодня на дворе уже у нас будет март 22-го года. То есть это уже прошло октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. То есть полгода. Получается, прошло полгода. И на сегодняшний день мы пришли к такому результату, что приступов нет вообще. То есть почему нет приступов? Потому что мы вывели очень много гноя из дыхательных путей. Благодаря БРИЗу, благодаря дыхательному протоколу. И мы вывели и продолжаем выводить очень много гноя. И именно это и привело к состоянию покоя. То есть гноя меньше. Соответственно, у организма нет необходимости его выпихивать часто. И организм буквально находится в спокойном состоянии, без приступов. Вот на сегодняшний день, когда я это всё рассказываю, когда я это всё заново прокручиваю в своей голове, это кажется нереальным. Потому что что говорит медицина? Бронхиальная астма не лечится. Что делает медицина? Она борется с последствиями. То есть она делает то же самое, что делали раньше мы. Она гасит приступы. Она снимает бронхоспазм. Она гасит все аллергические проявления. Пытается гасить какие-то, нейтрализовывать аллергены. Которые будто бы якобы вызывают приступы. Но да, они на самом деле могут, аллергены могут вызывать приступы. Но на самом деле медицина не идёт вглубь. Она не борется с причиной. Она не делает ничего для того, чтобы удалять гной из бронхов и лёгких. А мы это делали. И мы это делали и продолжаем делать вполне успешно. Вот почему на сегодняшний день мы не имеем приступов вообще. У нас нет приступов бронхиальной астмы. И я абсолютно уверена в том, что если мы и дальше будем продолжать ту же самую политику, то есть питаться соответствующим образом, чтобы не вызывать новое образование гноя, делать регулярно очищение. Но, конечно, уже не с той регулярностью, как мы это делали раньше раз в квартал. Сейчас мы это делаем, ну, может быть, раз в год, такой более-менее серьёзный. Ну, как серьёзный, в размерах одной недели курс. А вообще мы каждый месяц у нас правило очищать кишечник с помощью слабительного, чтобы не застаивалось отходы, чтобы не застаивались. Значит, мы регулируем питание, мы очищаем кишечник, мы используем эфирные масла теперь уже на постоянной основе. То есть это не только те масла, которые способствуют выводу мокроты и улучшению, в принципе, дыхательных путей, но это ещё и масла, которые способствуют общему оздоровлению организма. То есть это работа в общем и целом с желудочно-кишечным трактом, это работа с клетками, клеточная регенерация, поскольку, когда имеет место бронхиальная астма, то слизистая, в результате вот этого воспалительных процессов внутри, слизистая, я имею в виду дыхательных путей, она отмирает частично, и вот эти остатки отмершей слизистой, они накапливаются, тоже скапливаются в дыхательных путях и превращаются постепенно тоже в иной, потому что это белковая структура, и она тоже имеет свойство гнить. Так вот, мы вьём клеточные комплексы для того, чтобы запускать клеточную регенерацию. Старые отмершие клетки должны выводиться, чтобы давать возможность новым клеткам строиться, зарождать новые ткани. И не взяла воды сегодня, сделала ошибку. Таким образом, питание, регулярное очищение, эфирные масла, плюс мы делаем специальный массаж, простукивающий массаж по спине, чтобы утром легче было выводить, как бы отбивать эту мокроту от дыхательных путей, от стенок альвеола и выводить её. Физические упражнения, обязательно свежий воздух для вентиляции всего дыхательного аппарата, это обязательно каждый день. И если муж там что-то забывает или ленится, я ему всё время напоминаю, даю волшебному вентилю, что вот это нужно сделать, вот это нужно принять, это тебе нужно. Вот эта вот система, рутина, которая у нас каждый день, каждый день, каждый день, именно она и привела к такому хорошему результату, когда мы можем объявить, что астмы нет, что бронхиальная астма на самом деле лечится. Ведь всё, что мы делали, мы делали исключительно только своими собственными силами, и с помощью своих собственных знаний и вот того естественного и подручного, что у нас есть. И вот всё, что мы наработали, наш личный опыт, плюс вот те знания, которые у меня есть на сегодняшний день, я это всё преобразовала в такой курс, который я называла «Астма нет». И я запускаю этот курс 1 марта. Курс будет проходить в живом формате, то есть его нет в записи. Это именно онлайн. Курс онлайн – это живое прохождение теории и практики. Группа будет у меня в Телеграме. Это специальная будет группа для людей, у которых либо бронхиальная астма, либо какие-то другие проблемы с дыхательной системой. Может быть, хронический бронхит, может быть, не знаю, что там, часто болеют воспалением лёгких или ещё что-то. Ну, любые проблемы, потому что, в принципе, любая проблема, которая проявляется на уровне дыхательных путей, она всегда связана со скоплением гноя, мокроты, и каждый раз это просто попытки организма вывести её. Набор на курс идёт не через оплату мне, как я это делаю в последнее время, а через приобретение набора эфирных масел «Эфирный дом» по моей регистрационной ссылке напрямую в Дотера. То есть вы не платите ничего мне за этот курс. вы просто приобретаете себе этот набор, который вам будет нужен на этом курсе. То есть абсолютно все масла, их там 10 в наборе, мы будем использовать на курсе для того, чтобы лечить гонхиальную астму. Сегодня и завтра я ещё принимаю заявки на этот курс, и 1 марта мы начинаем работу в группе «Телеграм». Я буду вести занятия в группе в прямом эфире. То есть это будут вебинары живые, которые будут идти под запись. Они будут записываться. И все записи будут сохраняться. И, естественно, в дальнейшем, потом, когда будет пройден этот первый курс с людьми, я все записи эти сохраню, скомпоную и сделаю уже этот курс такой готовый под запись. То есть курс, который можно будет проходить самостоятельно. Но это будет потом, в дальнейшем, пока его в готовом виде нет. То есть это будут каждый день новые материалы, пошаговое руководство, что делать, как делать, как питаться, меню, как очищаться, пошаговый план, как принимать, какие масла, поскольку, как делать дыхательный протокол, когда, на каком этапе, как бороться с приступами и так далее, и так далее. То есть это живые ответы и вопросы в прямом эфире в закрытой группе Телеграм. Если у кого-то есть желание пройти этот курс, то по окончанию этого эфира я принимаю сегодня и завтра, принимаю заявки. Если вы пришли, вот те, кто в Телеграм, если вы пришли на этот эфир по чьей-то рекомендации, то по рекомендации кого-то из моих партнеров Дотера, то вы можете обратиться к ним за регистрационной ссылкой. Они вам помогут зарегистрироваться, сделать аккаунт, приобрести набор и приходите уже ко мне на курс. Если у вас возникли какие-то вопросы по курсу, по набору масел, по регистрации, по лечению бронхиальной астмы, вы можете задать их в комментариях к записи сегодняшнего вебинара. На сегодня я заканчиваю. Благодарю вас за внимание и жду на курсе «Астмы нет». «Астмы нет». Все готовы. Спасибо. Продолжение следует... «Астмы нет». Спасибо.